Если вас утомляют однообразные занятия в спортзале, а утренняя зарядка снится в страшном сне, прыжки на батуте – это то, что вам нужно. Помимо физнагрузки, до весок вы получите отличное настроение, заряд бодрости и научитесь мастерски управлять своим телом. Конечно, в первые дни сальто вам никто делать не даст. Инструктору будет необходимо проверить вашу физическую подготовку, а дальше все в ваших руках. Как и в любом виде спорта, занятие начинается с разминки, где вы учитесь постепенно осваивать элементы на твердой поверхности. Чтобы научиться также делать сальто, как мастера, потребуется не один месяц и минимум три тренировки в неделю. Я решила проверить, насколько это сложно. В таком положении нужно будет делать сальто. На полу это сделать чуть сложнее. Я смотрю, что специальный матрас, который позволяет лучше плюнуть дорожку. Называется плющическая дорожка, да. А из чего она сделана? Она сделана из специальных материалов и надувается воздухом. И за счет этого акционного свойства, которое получается, когда продавливаешь ее вниз, воздух начинает разжиматься и уталкивать обратно. И она подкидывает на нее, да. Помогает легче осваивать прыжки. А это прощаются различные калоческие прыжки. А чем отличается эта дорожка от обычного батута? Отличается акционными свойствами. Батут он подкидывает выше. Паза полета выше. Соответственно, можно отрабатывать элементы более сложные, чем на дорожке. Ну, а на дорожке можно отрабатывать элементы более сложные, чем на обычном полу. У многих из нас батут ассоциируется с веселым надувным аттракционом для детей. На самом деле, это такой же вид спорта, как и многие другие. Прыжки на батуте включены в программу Олимпийских игр. Для других спортсменов, например, горнолыжников или сноубордистов, батут дает возможность подготовиться к сезону и улучшить спортивную форму. А для любителей батут является инструментом для получения положительных эмоций и интенсивных тренировок. При этом вы совершенно не чувствуете усталости. Прыгать на нем специфичнее, то есть по-другому. К нему надо привыкать, так же, как к дорожке надо привыкнуть, и к батуту нужно тоже привыкнуть и научиться на нем прыгать. А когда научишься, будет даже легче, чем на дорожке и тем более легче, чем на обычном полу. Что это дает и для чего это нужно? Если ты хочешь научиться каким-то трюкам, то батут помогает проще и в короткие сроки освоить эти трюки. Если ты хочешь сбросить вес, то батут помогает тебе даже в этом. Если ты попрыгаешь на батуте в течение полчаса, это заменит тебе кросс. Батуты бывают профессиональные и любительские. На профессиональных тренируются в гимназических залах с очень высокими потолками. Любительские батуты предназначены для занятий фитнесом в любых условиях. Их различия в размерах и материалах изготовления. Прыжки на батуте и на специальной беговой дорожке подходят людям любого возраста. Специальной физической подготовки для этого не требуется, проверены на себе. Также эти занятия прекрасны не только для тела, но и для души. Благодаря невероятному ощущению полета и легкости, мы становимся счастливее и начинаем по-другому смотреть на проблемы. С улыбкой мы меняем к лучшему не только нашу фигуру, но и нашу жизнь.